мир вам мир у меня тут заказчик идет я остановить не могу маленько туманная будет рахиль пришла царь небесный утешитель дух истины и везде есть весь мир наполняешь сокровищница блок и жизнеподатель приди вселись нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благой души наши господи просим тебя благослови наше занятие не допусти нам уклониться ни направо ни налево от истинного понимания смысла пребудь с нами в этот вечер тебе же слава слоям отец сын и святой дух аминь во имя отца и сына и святого духа аминь сегодня 29 января 2020 год первое послание коринфянам 14 глава 19 стих но я скоро приду к вам если угодно будет господу и испытаю не слова возгордившихся а силу толкования этими словами не излагает гордых и возбуждает их к трезвению и хорошо присовокупил если угодно будет господу ибо все происходит по его мгновению вопросы первое коринфянам 420 ибо царство божие не в слове а в силе толкования коринфяне надеюсь на красноречие презирали павла как человека не ученого посему он говорит буду смотреть не на красноречие ваша ибо не оно нужно но на силу обнаруживающиеся в знамениях ибо царство божие проповедано и утверждено не пышностью слова но знамениями совершаемыми силой святого духа слав игоря посоединишь да давай кто это там такое вопросы первое коринфянам 421 чего вы хотите с жезлом прийти к вам или с любовью и духом к родности толкованием жезлом называет наказание и так говорит от вас зависит с тем или другим прийти мне к вам или оставить из без если останетесь беспечными то я приду и накажу вас как или ему деяния 13 с 8 стиха по 11 слав открой я пока дочитаю потом прочтешь если же отрезвитесь то поступлю с вами по духу кротости есть в нем и дух строгости и наказания но он именует его с лучшей стороны подобно тому как и бога называет щедрым и милостивым а не карающим хотя он на самом деле и таков итак деяния 13 8 11 а и лима волк ибо то значит имя его противился им стараясь отвратить проконсола от веры но сам он же и павел исполнившись духа святого и устремив на него взор сказал о исполнении всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола враг всякой правды перестанешь ли ты совращать с прямых путей господних и ныне вот рука господня на тебя ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени или вдруг попал на него мрак и тьма и он обращаясь туда и сюда искал вожатого напомнится как-то на занятиях тоже разбирали про тема была такая любвизм и вот как раз этот отрывок проигнать ихать предлагал прочитать как бы вот ты прочитал бы на месте апостола павла и ты начал от именно как бы в духе такого крутости как любви стабы то о враг всякой правды сын дьявола так не так же конечно он читал понятно что и дух строгости в нем был он и предлагает здесь впереди жезлом прийти к вам или с любовью другом духом крутости те кто живет ведет жизнь грязную конечно они не хотят чтобы прийти чтобы кто-то пришел их и наказывал им это неприемлемо они и бога представляют таким не строгим и не наказывающим а здесь на ферфилак четко ясно и говорит хотя он на самом деле и таков каков таков карающий об этом говорит нам евангелие когда господь смоковницу не приносящую плода засушил этим самым хотел показать что он не только милостивый но и карающий причем что характерно было не время плодов то вот еще что как бы не за что ее было и карать но но однако этим самым он показал всем что он не только любящий прощающий но и карающий бог любит грешника кающегося поэтому здесь нам толкователи говорит и так говорит еще раз почитаю от вас зависит с тем или с другим прийти мне к вам и условия если останетесь беспечными то я приду и накажу вас как или мог как или ему как он наказал там не написано но шатала его и тьма умер он или не умер там ясно здесь его из прочтенного стиха не видно но в другом месте когда читаем утаили муж женой когда к ногам апостолов имения продавали и ложили они продали и спрашивал ли у них за столько ли вы продали они да за столько обманули и оба умерли так как же так боже милующий церквам хорошо говорится книги откровения с 1 по 3 главы там это церквам обращения то есть разные там были видать крепкие всякие разные в свое время но вот такие обращения о наказаниях и там сдвинул светильник там вид там у всяко разно и она церковь только без наказания там осталось то из всех за то что сохранили слово моё а всем остальным были претензии обещание наказания да ну и сейчас вот видно что наказание прошло потому что многих общины нету уже христианских а если есть общины то такие номинальные свое время когда только община у нас становилась еще в начале 90-х слово община говорить нельзя было православным не священником никому скажешь там община из общины там ну там протеерея там или отца и акима что сектанты сразу начинают даже понятия слова община не было сейчас хоть немножко как ну как то еще не кидается сразу хулить то есть вот так господь наказывает отнимает все даже самое самое лучшее восторженное духовное от души человека если только не исполняем заповеди его не идем за христом но здесь что меня еще немножко смутило что толкователь говорит что павел был необразованный может по сравнению с теми земными мудрецами не хватало мудрости против этой мирской мудрости в этом смысле а так там мы знаем что он отличную духовную нашему сказать семинарию закончат кто на этот счет что может сказать но не образована не ученого не учет слова ну то есть ученый и образованный человек разные вещи образованы это образование там как у нас 8 классов 10 классов или там 9 11 или там среднее там такое техническое какое-то ученость это уже другое то есть ученость это ты где-то участвуешь тебя знают в этих диспутах почему апостолу павлу в афинах надо было ходить там разговаривать очень долго и потом только они его послушали это не до конца потому что не знал его никто а эти-то ученые друг друга знали ученые не учи духовном плане философы там да и так далее поэтому никакой группе этих ученых не принадлежал которые могли бы красочно красиво говорить как златоуст допустим вот он явно был ученых свое время так раскрывает слово божие невероятно просто апостол павла мы это не видим в простоте и в то же время такие глубины дает и так так дерзновенно отвечает что мы теперь это берем за основу наших ответов неверующим или маловерным или для поддержания братья все благодарю брать так нет больше вопросов идем дальше 1 к их нам 420 ибо царство божие не в слове а был 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 было до 1 конец 421 чего вы хотите было до 5 глава благодарю 1 конец нам 51 есть верный слух что у вас появилась блудодеяние и при том такое блудодеяние какого не слышно даже у язычников что никто вместо жены имеет жену отца своего толкование обвиняет всех вообще чтобы не предали из беспечности считая себя чуждыми сего греха но напротив старались исправить его как бесчестие общее и не сказал бесстыдно совершается но есть верный слух если же запрещено даже допускать до слуха такое преступление не гораздо ли более бесстыдно совершать она тем более у вас которые удостоены духовных тайн и далее усиливая обвинение говорит какого не слышно даже у язычников не сказал бывает но не слышно что никто вместо жены имеет жену отца своего не сказал мачеху но жену отца своего чтобы напоминанием об отце сделать удар сильнейшим сделать удар сильнейшим далее смысл усилить удар далее стыдясь произнести имя прелюбодеяния употребил выражение более благопристойная иметь имеет жену вопрос 1 коринфянам 5 2 вопрос только к коринфянам как-то конечно веровали во христа и крестились что спокойно смотрели на такое действие авторитет давил авторитет давил ну то есть не было страха божия надо понимать потому что как авторитет когда да что они во христе иисусе должны быть и в нас такие же чет володя хотел что-то и передумал на человеческое перешли авторитет давил да но на сегодняшний день тоже получается авторитет кто задавил что 12 пунктов разрешающих развод но след за разводом там мной прелюбодеяние получается все разрешено разводиться то и вторые браки заключать не запрещено уже авторитет русской православной церкви московской патриархат и как говорит апостол павел не нашлось между ними мудрого который мог бы рассудить это дело но может быть еще такая версия что не только авторитет но это что просто 1 апостольская видно церковь то это же времена только-только христианство зарождалось а до христа как мы знаем разрешалось и движены иметь и наложницу это не возбранялось никак но здесь то говорится конечно неописуемым крови я не знаю там мачеха это кровосмешение или нет но все равно это по римским законам казнили бы просто и все однозначно а по коринфским там это все нормально было получается а про коринфским как у нас в россии ну значит это не считалось не порицалось никак мирской властью в то время так я понимаю как у нас в россии сегодня у нас же законы не преследует прелюбодея брат там сказано даже не слышно у язычников было как не порицалось но я сейчас говорю о прелюбодеянии вообще допустим он бы допустим это было бы но не жена его отца а просто какая-то женщина то что тоже бы все же у них тоже самое было что при советской власти как сказали секса у нас нету стране а на самом деле все с друг дружками уже перед перри имелись сам крестил дома врача там со своими этими женами и сестры это в стране в советов было как здравствуйте брат вот и начинай вспомнил про марину помнишь одна рука это приезжало мне тоже дочь раз забрала у нее мужа и все и жила с ним они вместе сошлись и и бросили да так мало того что ее муж на основании библии убедил ее почти быть его второй женой это в наше время понимаете и она уже чуть ли было не дала согласия быть второй женой в христианстве он и оба причащаются православной церкви а брак такой вот полумусульманский она эта дочь исповедовалась ему каждый день он на ней мужем и патриархом и все ужас волосы просто дымом стою читаем дальше вот например нам чтобы мы бодрствовали 1 коринфянам 52 и вы вас гордились вместо того чтобы лучше плакать дабы изъят был из среды вас сделавшие такое дело толкование гордитесь учением того блудника ибо он был мудр заметь мудрость апостола он нигде не обращает своего слова к блуднику как человеку бесчестному и недостойному того чтобы выводить его на среду но говорит с другими как об общем преступление следовало бы говорит плакать потому что на всю церковь распространилась поношение следовало бы слезно молиться как о болезни и заразе дабы изъят был из среды вас то есть да отсечется от вас как зло общественное опять и здесь не упомянул об имени блудника но сказал сделавший такое дело вопросы но брат упомянул об общине действительно когда я пришел в общину и я увидел на деле что нет этого греха который я вообще за грех не считал да и никто кто жил при советской власти я думаю ну мало таких людей которые которые не застал бы этот грех блуда и я увидел что и не просто ко мне как за разному относятся у меня это так удивило и поразило и все по писанию и как я поклонился ниц и сказал истина с вами бог вот как володя пащенко говорит когда тоже в общем приводил и ко мне тоже можно это место в описании привести всеми обличая со всеми судится они просто так всех люблю никого не осуждаю любви нет согрешающих обличая пред всеми чтобы и прочие страх имели и здесь а пою апостол павел согрешающего пред всеми обличает но не конкретно к нему обращается но делает так мудро чтобы он уже к ним вы вас гордились то есть он один будет а виноваты все у него получаются и дальше мы читаем 1 коринфянам 5 3 а я отсутствуя телом но присутствуя у вас духом уже решил как бы находясь у вас сделавшего такое дело толкование заметь негодование не позволяет дожидаться своего прибытия и потом уже и потом уже связать блудника но спешит остановить зло сразу прежде нежели она распространиться на все тело церкви заразу а до благодарю но спешит остановить зло зло запятая заразу прежде нежели она распространиться на все тело церкви дальше присутствие у вас духом сказал для того чтобы понудить их произнесению приговора и вместе устрашить тем что он знает как они будут судить там и что дух то есть дар прозрения откроет ему все что они что они не сделают словами уже решил как бы находясь у вас не позволяет им предпринимать что-либо другое ибо я говорит произнес приговор и иначе быть не должно да можно привести пример сравнение в армии был когда у нас если кто-то что-то не так делал страдали все например у нас мой одногодок принес казарму хлеб с маслом а это запрещено было в кармане принес в его выпало и сержант это увидел и он заставил его стоять есть а мы в это время все отжимались и ему еще потом и от всех досталось и то есть все были наказаны а он стоял и ел от кусок то есть он не был наказан наказан именно тем что что мы страдали за него и он потом конечно досталось но тут то понимаешь непростой солдат с хлебом тут подполковник понимаешь а те солдаты как они могли этого подполковника устыжать авторитет был он уже выше было ранга он их учитель был вот она еще что есть такое мнение что они ничего ему не говоря потому что любили слушать его проповеди так вопросы они потому и любили скорее всего раз он был блудник то он скорее всего был любвист поскольку как-то же он должен примерять свою совесть как-то ее обходить вот он и говорил такие речи я так предполагаю которые принципе немного не требовали от человека но услождаю слух как сегодня так но версия до что он был любвист и раз сам никого не обличал то и его тоже соответственно не трогали он другие грехи покрывал и решили его на него не стучать и оставить дальше апостол павел то не ну раз слух дошел а кто-то же этот слух то донес значит тот кто донес он был против такого греха иначе бы тоже бы смолчал по жилет был но вот мне кажется это одна из причин почему сейчас вообще обличение и пить ими нету именно под именно и такая есть причина бит нечестия самого самих людей своего священника и и прочее потому что обличая других и наказывать других он как бы должен оказывать и себя а если ты себе попускаешь то ты другого у тебя нет как бы право наказывать вот мне так кажется вот такой закон действует да тут трудно не согласиться да я тоже слышал такое откровение одного священника епископ им говорит не буду называть имена ничьи выиграет хотите блудите хотите иметь и любовницу хоть друг на друге жениться вы только деньги приносите его в общак и все я ничего вам не 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 скажу не ничего и все вы не лезьте ко мне вообще вот такое положение крайне ахова и свидетельством что это этому можно верить то что вот концепция вот этой вот сказать социальная концепция вот на сайте азбука веры до 12 пунктов разрешающих развод вместо одного который решил господь я почему-то не верю что такой епископ сказал но я за что купил зато продаю но если они на соборе это 12 концепция составляли то ну чё они эти пункты на развал семей а не на сохранение семьи защиту блуда а иначе как рассуды идем дальше 1 коимфе нам 54 собрание вашим во имя господа нашего иисуса христа общее с моим духом силою господа нашего иисуса христа толкование чтобы не показаться гордым и их принимает сообщники ибо говорит собрание вашим во имя господа нашего иисуса христа то есть так чтобы собрание было составлено не по обычаю человеческому но по богу чтобы сам христос собрал вас во имя которого и собираетесь вы между тем апостол поставил над ними и дух свой чтобы они не удостоили блудника прощения но судили справедливо как в присутствии апостола 5 стих предать сатане во измождение плоти чтобы дух был спасен в денег господа нашего иисуса христа вот такой приговор вносит апостол павел этому блуднику толкование смысл двоякий или такой христос может дать вам такую благодать что вы будете в состоянии предать блудника сатане или такой и сам христос вместе с вами произнесет осуждение на блудника и не сказал отдал но предать прикровенно отверзая для него двери покаяние и здесь опять не упомянул имени то есть предать для того чтобы сатана изнурил его болезнью ибо поскольку похоть рождается от пресыщения тела то апостол хочет наказать это тело чтобы дух то есть душа была спасена не так впрочем это должно понимать будто бы спаслась только спаслась одна только душа но должна признавать что при спасении души спасется и тело а некоторые под духом разумеют дар духовный объясняют так чтобы дар духа сохранился у него целом и не отступил от него как нечестивца такой приговор выражает более попечения нежели наказание весьма кстати напомнил одни суда чтобы коринфяне убоявшись предложили врачевание а блудник с таким же расположением принял он полагает предел действиям дьявола подобно тому как было с его то есть позволяет ему касаться только тело они души вопросы вот наверное это имеется ввиду когда апостол павел говорит что придет к ним с жезлом придет да с жезлом и шел впереди говорит вот ибо царство божие не в слове осили то есть тему мудрецы говорили говорили красиво но ничем свои слова подтвердить не могли я думаю что когда апостол павел говорил не в слове осили и дальше он приводит вот это вот ситуация вот этого нечестия и духом святым понимаешь что его слова будут подкреплены силой знамениями а какое знамение то есть он его обличит или напишет письмо и на и у всех на глазах этот блудник заболеет это и есть сила то есть слова подкрепленные знамениями божьими ибо мы не можем без воли божьей ни на кого болезнь наслать если мы не какие-то там колдуны или там вот то есть это вот сила для врачевания именно вот этого блудника через болезнь сережа да давай не будем много это об этом разговаривать дело все в том что он не болезненно него послал а он его отдал сатане то есть а что там будет дальше никто не знает может дурак станет а может заболеет то есть непонятно вообще в чем дело то есть конкретно сказать что там раз и мы болезнь на него там наслали так нельзя сказать вот гляди у нас тоже было очень солью серьезное дело может быть еще серьезнее потеряете когда там один приехал и там заблудил христианин и не хотел признаваться в этим в этом ли господь так сделал когда начали общую молитву и крестный ход то он сам оттуда уехал и покаялся перед этим ну как покаялся признался сознался что он блудил прелюбодействовал прелюбодействовал да со своей сестрой во христе с верующей христианкой православной троекратно погруженные так далее то есть у верующего христа вот это вот да тоже можно сказать сопоставимое все дела и ничем не заболел сейчас жив-здоров бегает зубоскалит и так далее много чего делает в пакости всяких так что зато другое господь сделал показал силу когда все вместе встали помолились и вдруг как совесть не совесть но господь вымел другое дело вот роман тоже был такой у нас не так давно он вот так другое делал не не блудодействовал блудодействовал со своим разумом молол уже что и у нас мы уже и оказались батюшка у нас еретик мы все тут еретики причастился на следующий через два дня уже начал всех еретиками поносить это же господь чудо сделал он не заболел ничего но приехали органы которые нужны и вывезли его отсюда то есть в господь делает и странные иногда чудеса не обязательно через болезнь ему так сделал а другим так мог бы убрать его вообще туда из общины куда-нибудь там послали его там на войну или еще что-нибудь там убили бы допустим или не убили ну далеко бы уехал или бы что-то сделал с этой женой то есть вот так вот господь решил так сделать но речь о плоти здесь то есть скорее всего все таки это что-то связано с плотью значит это может действительно и с головой что-то не в порядке но с плотью дело тело ну я склонен когда с головой не в порядке это все-таки болезнь души они тела хотя голова к телу относится но болит душа и мозги это тоже часть телу тут спорный вопрос но ничего нет в библии а то мы не рассуждаем как говорят было знамение было наказание и этот блудник был предан сатане поэтому пока закончим а как он предан давайте дальше читать 1 коринфянам 56 нечем вам хвалиться разве не знаете что малая закваска квасит все тесто толкование намекает что они сами не допускали блудника до раскаяния ибо похвалялись им а он был из числа их мудрецов и о вас говорит они о нем только забочусь я ибо зло если оставить оное без внимания может заразить и остальные члены церкви закваска сама в себе малая заквашивает все тесто и прилагает она саму себя так и грех сего человека увлечет за собой многих других вот видите о чем павел апостол заботился другой скажет а что это ему можно мне нельзя что ли и пошло-поехало первое коринфянам 47 итак очистите старую закваску чтобы быть вам новым тестом так как вы бесквасны ибо пасха наша христос заклан за нас толкование то есть изгоните сего блудника или лучше прогоните и всех других нечестивцев ибо старая закваска называет всякое зло в греческом тексте сказано не просто очистите но вычистите то есть совершенно очистите добудете тестом новым не имеющим примеси зла так как вы бесквасны вместо как и должно быть вам бесквасными то есть чуждыми старого зла которая при раскаянии оказывается и кислым и горьким упомянув о бесквасных хлебах опресноках которые употребляемы были в пищу на пасху и объявив аллегорически что означают бесквасные хлебы именно жизнь непричастную зла теперь теперь аллегорически объясняет саму пасху и говорит что наша пасха есть христос закланы за нас и так мы должны заботиться о бесквасных хлебах то есть о жизни чистой от всякого зла вопросы это место еще больше показывает что католики правы то что использует бесквасных лес хлеб для причастия да я тоже об этом подумал но наши то как оправдываются в этом случае ну вот надо почитать вот эту их перепалку которая там уже давно идет что-то там они с этим с притчами там вот эти закваски связывают как-то так то есть они бесквасные хлеб это безгрешный хлеб и мы должны быть быть без греха то есть но в другом месте наверное наши как бы оппонируют что в эту царство небесное подобно женщина которая взяла три меры муки и замесила тесто покуда не скисла все поверил услышал исполнил три меры муки и поэтому вот заквашенное такое тесто мы должны верить там еще говорится о новой закваске есть вместо новой закваски о новой закваске в евангелии да спор с католиками так и не решенный но вот кстати кстати вот тут тоже спорят одни крестных по солнцу делают другие против солнца они говорят мы за христом у него двигат мы навстречу христу не кто прав долл поправка карается как по кому кругу ходить главное смысл два перста или три они оба два и три перста смысл одинаковые изображают троицу и два естества во христе к карантика как пальцы складывает также посолом и противо салоне ну те которые против солнца не готовы навстречу христу выходим в рюкет мы за христа нового права надо и навстречу христу уходите за христом идти поэтому чем спорить главное чтобы смысл был не это самое куда крест ставить в ноги или в голову на ровно делал тут просто людей сталкивает свечи надо как плечо или через левое подавать ну вот это и есть обредоверие то есть например от могу привести пример о молитве ведь написано мы молимся на восток света я сейчас не помню то ли прямой салам она сказано что ли сторону востока тут четко ясного почему именно в сторону востока поворачиваемся и молимся оттуда мы ждем пришествия господа хотя молиться можно в любую сторону повернуться молиться ну и чё об этом рассуждать бог вездесущий если я повернусь спиной к востоку и помолюсь ну что выходит я этом непочтение богу оказываю знаю что он вездесущий то есть если он а если я буду думать что он только на востоке а на западе его нет я тоже этим согрешаю он вездесущий самое интересное то что после храма все выходят и немало не сомневаясь расходятся по домам ну или куда там еще хоть куда только не на занятия по слову божьему не на благовестия хоть куда уйдут хоть на запах хоть на восток ты много знаешь но все четыре стороны ведут и не грешат при этом да а нужно то мария избрала благую часть и христос говорит вот матерь моя и братья мы кто слушает слово божье а не тот кто как ходит на какую сторону молится без согласен стопы бра счастливы были те которые апостола павла и других проповедников все время слушали аж падали засыпали вот где было счастье настоящее блаженство а сейчас попов нет ни проповеди ничего нету дождешься у нас если так рассуждать у нас свои и в тихие есть это тоже этим не погрешаем все по слову божию почти нового возраста да а чего он уснул то чего того что мясо что не отнимательности насыпает как сидит слушает ваня он же полу спит он с открытыми глазами спит вот тебе и уснул у нас то брак отовали его речи евангельские нас то брат превзошли даже этого и в тихий потому что там написано продлилась беседа за пол за полночь вроде за полночь да за полночь там были так написано в денег то есть было уже поздно это так тогда до утра продлилась днем прямо себя спят на занятия то есть это уже выше пошли в минус минус бесконечное да там хоть можно какое-то оправдание что сидели слова божие 8 часов подряд разбирали понятно устанешь при кимаришь спорим полтора часа или час это на 30 минуте уже да еще и не снимаете меня на видеокамеру то ока более того еще родственники рассматривать и знакомые там боятся все суда человеческого божьего то не боятся как судья вид людей не стыдился и бога не боялся но по неотступности все-таки она добилась от судьи желаемого разрешил и вопрос далее давай все передумал 1 коринфянам 58 посему станем праздновать не со старую закваскаю не закваску порока и лукавства но сопресниками чистоты и истины толкование показывает что всякое время для христиан есть время праздника а так простите по преизбытку сообщенных им даров ибо для того сын божий сделался человеком и был заклам чтобы ты праздновал не закваской ветхого адама и не жизнью полное зла или что хуже лукавства ибо зол всякий кто делает злое а лукав тот кто делает его затаенной и коварной мыслью то есть провождая жизнь беспорочную или чистую в противоположность порочной и истинную то есть нелицемерную без всякого коварства в противоположность лукавству или слове истины можешь разуметь противопоставление ветхозаветным образом которые не были истиной ибо требуется чтобы христианин был выше ветхозаветных образов или еще под чистотой можешь разуметь чистоту в деятельности а под истинной правильность созерцание вот это место говорит что уже старую закваску мы должны убрать но не не сказано что с новую закваска они сказали не закваску то есть католики здесь правее которая закваска вообще убрали но с опресноками то есть пресная нужно быть не на дрожжах у нас куличики на дрожжах ну вот здесь на самом деле можно спокойно примириться то как правильно говорится что не сну старую закваску надо очистить не будет без квасной чистый хлеб то есть чистотой бога удрит чистый бога удрит чистый сердцем так и то что новую закваску то есть христову то что чтобы она заквасила все тесто то есть все правильно если так брать образное то и другое нет ну ну да комментарии можно по поводу спящих на занятии пожалуйста может быть занятия скучные поэтому они не сказал бы я что они скучны сколько мы смеялись на этих занятиях я предлагаю вести занятия сестрам а братья будут сидеть и мы на них посмотрим уснут они или нет лично я не против какая сестра будет вести то которая спит пусть следующий раз предложи вести занятия я тоже не против может не уснет как сказал александр ленин хорошо что как сказано сделано я уступлю свое место хорошо что нам не дают выступать а то такое петуха дали так для скучного все скучно для чистого все чисто для нечистого все нечисто вышел сеятель сеять семя и одно упало при дороге другое 75 процентов однако христос он чем скучный что ли однако не принимали его кто поверил слышанному от нас пророки скучные что ли не принимали человек спит он или не принимает или как как скучать на слой боже и по-христиански хотя сам был запрос засыпал увекаясь в это плоть немощь плоти то есть я рано встал поздно любую такие редко бывает не выспался чем по-серьезному отвечает да я вижу тут уже закончились хихоньки хахоньки а по-серьезному так или слова божия человек не знает или не хочет его знать или смотрит книгу а видит фигу как тот монах который имел много книг и не знал что у них вопросы надо задавать себе много знаем что ли и засыпаем что означает скучать где у нас писание сказано об этом скучании кто знает скучание только в порочном смысле ладно оставим это еще у нас пять минут есть если не будем время тратить на это 1 коэнфином 58 1 коэнфином 59 простите я писал вам в послании не сообщаться с блудниками толкование в каком послании в этом же самом ибо когда выше сказал очистите старую закваску намекая на соблудившего как было показано что из сих слов уже видно было что не должно смешиваться с блудниками но поскольку могли думать будто должно удаляться от всех блудников даже и от тех которые были между эллинами объясняет о каких блудниках говорит 1 коэнфином 5 10 впрочем не вообще с блудниками мира сего или или лихаимцами или хищниками или идолослужителями ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего толкование слово вообще употребил для выражения общей известности предмета а смысл такой впрочем я не собра не запрещаю сообщаться вообще с блудниками мира то есть с эллинами иначе вы должны были бы искать другой вселенной самом деле когда в одном с вами городе живет так много эллинов то как возможно не сообщаться с ними монахи то которые ночью они вот это вот не читали что же но взяли от этих от мира стали уходить закрываться зачем тут ясно апостол павел пишет что ничего для вас не будет осквернением если вы будете с эллинами общаться но они не верующие они в городе вам живут ты идешь на базар ты же не не знаешь кто он блудник не блудник и долослужитель не долослужитель ты спрашиваешь него сколько стоит ваш товар общаешься нет все повывернули в монастыре закрыли весь мир это наверное от самого завышения все все блудники а я то вот какой это вот то есть картинка такая монах сидит в монастыре над головой в него нимб не нимб а воображает девицу ну и чё монах мыслят в мыслях то он как был блудник так и остался просто закрылся за стенами от себя убежать надо по-другому перемену мыслей чтобы было молиться проститься плакать и каять там она одетая сидит такая благочестивая девушка как где-то там в саду что-то там же не голая ничего то есть может быть он просто о невесте мечтал и все ну то есть даже если не блудник то мечтал о семье это неплохо мечтать ну как не мечтать а думал поэтому разговор то вот поэтому и идет о монаш как лукасты поэтому на время нужно нету сил ну вот как господь сказал местные не 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 девственник ты не дева у тебя внутри значит иди создавай семью хотим решить помыслами да но коли уж обещал болту это быть верным христу в детстве то и не надо тогда уже взятки так семье возвращаться раз он бы избрал для себя путь серёжа дело не в обещании обещать то можно обещать можно на какое-то время они-то клянутся ползают червячком там за этими чтобы его подстригли под эту под план епископа ему там бросают это он обратно ее привод приносит там червячком ползает поэтому там такие поле унижения это только усиливает их обвинение в том что они в помыслах да и на деле бывает монахи размонашиваются то известные случаи не будем называть имена это предательство христа это вообще непонятно что за мы вот у нас брат виктор савченко пошел там учиться в семинаре ему сказали сколько таких то есть церкви он горит 7 ему как 7 а какие он перечисляет а монашество почему не перечислил он так это не таинство так если ты у нас так будешь рассуждать тебе не быть никогда тут у нас православие то есть они уже монашество восьмым таинством сделали сами тайна ответ на простой брат иисус на иисус новин 18 там все об этом сказано стихи в описании почему и вымыслы человеческими начинают заменять то что слое боже написано так я хочу сказать что тут на комментарии сестры что но дело все в том что ну читает человек читает читает это еще ничего не значит а вот кто комментирует а у нас комментирует все время игнатий тихоныч практически всегда а как он комментирует но никак спать нельзя поэтому вы не в этом дело я думаю не не в ведущем ведущий он только как распределяет кто будет говорить но его дело как давать слово ну прочитать ну сергей неплохо читает что там говорить но иногда чем-то ошибку сделает это ну как бы понятно мы тут разберемся в этом а комментирует то всегда игнать техноч а толкование у нас феофилак то так что какая тут о какой скуке может быть речь я считаю хоть кого тут заменяй с каким гола левитана поставь ну прочитал он красиво с выражением а дальше то разъясните мне о чем говорится они прочтите просто твердая пища а твердая пища засыпаю ну вспомните вот когда крещение у нас было 20 там с лишним 25 5 или 26 человек было на крещении и мы собирались вечерами там считали слово божье разговаривали кто там спал скажите все были заинтересованы во всем то там один что-то читает другое прочитает вопросы задают люди чувствуется живое общение а здесь ну мертвичина если уже ну так ты и смертным сном уснешь и не заметить никто да и ты сам вот и кончина только не во христе конечно хорошо что призналась только почему всех-то виноватить за это ну ты спишь а я так чё тут мы не могу понять я тут сегодня и голос возвышают и стараюсь участвовать в занятиях постоянно нахожусь там что еще то тебе надо я не пойму чтобы эти в ухо все время кричал или чё чтобы не спал здесь многие молчат потому что боятся задавать вопрос задашь вопрос сколько раз замечание делали и в попад и не в попад вот так вот и все замолчали и слушаем и спим получается так занятия в скайпе стали очень оживленными после того как братья крестились очень много вячеслав семёнов участвует елена участвует хорошо очень но и так братья выходят просто не было вопросов и все не не потому что что-то боятся а то что не папа ну задавали не папа чё они там умерли что ли так вопросы когда тихо сейчас прошел лимит здравствуйте можно вопрос задать конечно у меня вопрос когда тихо еще по поводу квасного и не квасного хлеба вот на основании толкование свитно-блаженный феофилак то получается что матфея 26 глава 17 19 там написано что в первый день опресночный приступили ученики и блаженный феофилак то толкует что первым опресночным днем евангелист называет день предопресночный и даже в другом месте евангелие от матфея тоже 28 глава а евангелие блаженный феофилак толкует что три дня считаются как вариант от четверга то есть четверг на тайный вечер и господь раздал тело свое и получается таким образом что это был еще предопресночный день и в этот день предопресночный господь раздавал свое тело то есть это было может быть квасной хлеб то есть ну напрямую так не сказано но получается что возможно так и было то есть можно так считать получается что квасной хлеб это правильно зачем это городушку делать там мы даже смотреть откуда происходит это микрофон и на техничнее вас не слышно сейчас сейчас слышно услышана эти городушки танец тут же разваливаются написано пасхальные дни все квасное да будет уничтожено а кто будете сквозное да будет предан смерти игра закончилась а это то еще ветхозаветная идет пасха зачем придумывать написано были дни опресночные 2 3 чего тут наговаривают опресночные дни и все на этом закончилось опресночные были у православных добавляет квасное не будем спорить ничего ну опресночные были опресночный день так что католики здесь правее нас в них опресночные должно быть так вереев было с одни моисея как заповедал он всегда было так вот фильм о искуплении там они готовятся к пасхе и дети помогают ему найти но заранее положили где-то квасное он смахивает это в огонь бросает у них даже детей посылали в погреб смотреть в крысиной норке не видно ли где какая крошка чтоб случайно она не попалась нам с картошкой ну вот так они очень серьезно смотрели на все это доказательств никаких не надо посмотришь когда мастер и маргарита на патриарших прудах но не спорят там берлиоз этот бездомный иван а бога нет он доказывает это до дьявола нету валан говорит и дьявола нет он захохотал он дьявол и сидит рядом что это у вас сегодня ни бога ни дьявола нету так и здесь спорят а сами не знают о чем написано и были дни опресночные все толковать нечего откуда происхождение происхождение считай где написано о принесении агнца когда они выходили чтоб хлеб было пресночный и при том строго не спрого страшное наказание даже любой патриот герой сел квасной должен умереть да кто же на это решился бы какие тут сапизма какие от комментарии толкования забыл бы про эти слова так что вопрос по делу и ответ один были дни опресночные я уже не раз объяснял это священники начинают доказывать а он готов доказывать не еще валан говорит я его распинал на кресте и нечего так даже доказательства быть а он отвечает никаких доказательств я распил его на кресте и показывает как он через людей делает это вот и весь ответ мы присутствуем на тайной вечере как бы им тайны тогда не называлась по-другому но они совершали это ветхозаветнюю а потом уже на новозаветнюю перешли ветхозаветняя угрожала смертью все вопросы и гатив тихо начну то есть объяснение квасного хлеба в православии она но имеет хотя бы какие-то пояснения по библии нет нет по библии объяснение опресно ки одно слово и толкование кончились и нарушение пресночного дня каралась смертью о чем тут говорить то рот замазать надо мы привыкли безобразище со словом божьим то мы православные откуда взяли монашество где это слово мона мона монолитные монашествующие нет этого нигде господь прямо заповедь дает от когда человек расстается родителя оставляет детей он наказывать не забывайте скотину кормить там все что надо так и здесь господь уходит одно сидите и ждите обитованного духа и будете мне что хорошими монахами нет свидетелями до краев земли и так и получилось сошел дух святой 10 дней прошло и больше нигде нету попытка построить монастырь была на день преображения сделаем трекущий и вторая попытка это уже по божьему попущению 10 дней ждать на само можно назвать монастырь но не монастырь же там и женщины так образно сказать все и тут они разлетелись по всему миру для монастырей ни одной причине ту чтобы притчи это сказать царство небесно подобно тем которые где-то отдельно вы спрятали смотрели все это выдумка и за это бог спросит прошли опыли губами в молчании то 2 миллиарда мусульман появилась какие еще доказательства а если проповедовали 2 миллиарда православных сегодня было бы мухаммед 7 дней от прессов выложу правильно году за шесть столетий ни одного кирилла мефодия не нашли послать там где зародилась мекки медины встретились уже когда подперла под самым на стены города тут даже разговаривать нещем только плакать надо и сегодня они на это же самое бьют а вот сейчас молодые идут монастырь это все прямо говорит и патриарх и все а как вы это назовете безумием как полное безумие вопреки богов богоотступники бога противники надо образовать курсы вот меня спрашивает в интернете не раз уже вот вы бы были патриархом то на губе первую щит бодливой корове бог рог не дает а второе если я патриарх то вы меня слушайтесь прекратить строительство храмов и монастырей рассчитать все немедленно где брали где разные ипотеки второе тысячи училищ первый день моего патриарша патриаршицу будет открыто я уже договорился как и сразу же тысячи проповедников послать по всему миру строго исполняя все каноны температура сразу бы изменилась а сколько думаете надо проповедников не знаю но тысяч сто может послать тысяч сто при том это все выполнимо все законопатили взяли ключ разумения сами не не ваши и других не пускают вопроса и гнать их мультика начинается и что ко всем не были и пасха происходило до в последний день так что ли но вот как у них у еврея показано было семь дней ящик в основе и вопрос сняту не надо ничего дальше добавлять толкование длинные нужны там где что-то не сходится как-то состыковать а то еще ясно и понятно а пресной к не совершили бедхозяйственную пасху воспели а что там где короткие псалмы аллилуйя начинается после 119 псалом даже и понятно что они поют сегодня мы зашли синагогу поговорили узнали все сходится об этом говорят святые отцы а потом они запили вином и как они вечером ели барашка съели а после барашка после шашлыка причастие совершили до сегодня священник раздель разрешит зубу почистила забыла что причищать она и каплю может по проглотила все болящее до причастия не допустят а у господа когда было разницы никакой нету медхозаветная пасха это на огне испещено на огне пищется это шашлык и после этого только новозаветнее было и все признаем что она справедливая у нас все натощак на каком основании где это написано нигде нету никогда и ни в одного слова священное писание об этом молчит по значит пост открыл рот разрешается ешь ну что молчим я хотела взять книги к истинному православию 75 штук мне куда надо перечислить подождите перечислять надо зайду в этом sky я в этом ответил уже зайти в мой мир в скайпе скайпе можно между нами где отдельно я должен сбросить вам данные куда перечислить сколько чего хорошо особенно удобно это в моем мире когда такие разговоры идут мы в мире в моем мире данные скину свои все вы там сразу адрес задите высылаете деньги и квиток снимаете и посылаете здесь получаю деньги и сразу отправляют вот когда начинаешь говорить уже думаю деньги 90 процентов книг отдано бесплатно которые изданы так не делается и остатки которые сейчас деньги поступают они даже пальцев наших не касаются с нами на почту идет тот у кого большая нужда он сразу забирают деньги и уходят безвозвратного славу божию поэтому говорим о этом открыто и ничего уже не считаем тут какое уже все позади так не делается я девять лет не вылазил из-за компьютера пока книги были изданы и тут же решение принято подарить библиотеке мира от барнаула до владивостока а потом дарит с собой на тихого до атлантического океана скандинавия прибалтика север и турции 650 городов и везде дарили по полному комплекту 38 книг или это 750 евро чтобы понятно было ну и умножай теперь 750 евро мы все засняли везде и ни копейки нигде даже никак в москве книги наши есть библиотеки имени ленина парламентской библиотеки и исторической в трех библиотеках города москвы наши по полному комплекту мы все это заснимали ролики стоят и почему бог повелел мы расслышали его голос и это сделали дополнительно второй тираж был два две тысячи и новый завет тысячи сто то есть больше половина тоже бесплатно но это пошло дополнительно по архиереям путину подарили видели у него библиотеки потому что такого нового завета нету нигде за две тысячи лет никто не издавал вот сейчас идет занятие как раз по нашему блаженный афифилакт с комментариями с иллюстрациями раскрашенными гравюрами густава даре три тома по семьсот пятьдесят две страницы а может кто-то переиздать не если будет точно исполнять тогда можно мы дадим разрешение заранее сказать какой тираж хотя бы сто сколько на под на подарок сделать ну как автору мне людям подарки сделать а без моего разрешения там где-то переиздают уже сколько раз говорили я рад только никакой монополии не оказываю мы только благодарим бога вячеслав здесь здесь ты дорогой знающего начни смотреть что-то я может не разобрался как будто все темы уже захватили что-то плоховато идет у нас разбор выступлений там патриарха митрополитов я говорил не знаю дыбунов то здесь нет ушел вот я 20 вопросов начитал молодец ты мне как-нибудь передать завтра с володей пожалуйста если так рассудить рассуждать есть которая работает и работает быстро виталия вот нету он взял и прям буквально на месте все стоит и стоит а тему-то хватанул то какую одну из самых больших об евреях это 136 будет роликов я же там работал стал мудом люди-то думают талмуд толстая книга это 12 томов еврейской мудрости и все сравнение с библии повторяю книг таких не было нет и не будет и не потому что знания у них нет а потому что все книги изданы без приглядов на кого-либо а прямо так говорит господь как говорил махей и все этим книгам не два дня своими я их никак не могу считать хотя издавал я и составлял и монтировал седьмого томов перегнать их ночью но сейчас там другие люди тоже свои темы закончат и потом набросимся на разбор выступлений там просто большие очень темы внутри вот что еще разобрать кто взял и чтобы они как-то подтягивали виталий калиников подтолкнуть ну чтож на одном месте стоит я уж не выложу там сам скажите отбери у него с какого и дальше кому-то отдать интереснейшая тема такая до этого говорил отец больной похоронил отца и опять не так ничего не пойдет слова некогда от меня никто не слышал за 81 год 80 лет никогда считал это недопустимо как нету сократить где-то время на расходы на сон ты должен сделать это сегодня витая этот зашел ко мне вячеслав мы беседовали он все удивляется как и мог сделать как как он сокращал себя во всем у меня в это время на сон уходило два с половиной часа в сутки два с половиной часа вот и все я сколько выиграл и без всяких перекуров на работе здесь и поэтому вот так господь благословил успел лучше не будет впереди только стареем и законы будут хуже тут крик поднялся когда закон яровой дали всех арестовывают уже вроде сажают я просчитал ничего нету и поблагодарил бога и сразу получили справки о нашей регистрации выдали пока крещали рты раздевали ни у кого ничего это мы 18 человек вооружили и к нам вообще никак закон претензий не имеет вчера я получил на государственной думы письмо я могу просчитать сейчас вам его а вы можете такую справку выдать не только своей общине тоже вы должны пойти к священнику чтобы он расписался а вообще почти ни один священник никому не дал вот доказательства сегодня они мертвые и враждебные а у нас батюшка сразу подписал и печати везде поставили у нас своя печать я поставил подпись свою как преподаватель вот считаю я государственная дума федерального собрания российской федерации аппарат государственной думы управление по работе обращением граждан и т лапкин улица такая адрес там то ваше обращение поступившие в государственную думу федерального собрания российской федерации а вас не видно ну так видно так видно да но запись же идет рассмотрено и передано в профильный комитет государственной думы по развитию гражданского общества в вопросах общественных и религиозных объединений а а попова консультант отдела рассмотрения обращений граждан организации а о чем я писал я написал президенту российской федерации владимиру владимировичу путину государственную думу российской федерации генерального прокурора российской федерации и генеральному прокурору и министерство юстиции и вот первое пришло каких-то два письма заказных тут пришли сегодня но я не иду на почту может это там я написал все про свидетелей иеговы что я не просто как а проповедник миссионеры и для меня это любой миссионер скажет ну наконец-то закрыли их паразитов я так не рассуждаю я за них заступился чтобы вернули им все их здания извинились перед ними перегнули палку они не виноваты какой православный будет заступать за еретиков а это по совести они лучше нас нравственнее нас в общей массе конечно они там без платка там то другое но я не об этом говорю они не нарушают государственный закон ни уголовный ни гражданский меня конечно за это свои клюют давят но это их дело я там привел слова пастора лютеранского немеллера немец он там говорит я просто эти слова оттуда взял я давно их знал но тут прям посмотрел нашел в интернете он говорит когда гитлер начал арестовывать евреев я промолчал потому что я не еврей стали подбирать коммунистов я промолчал я не коммунист стали арестовывать профсоюзных деятелей а я не профсоюзный деятель я опять промолчал но когда пришли меня арестовать уже никого не было кто бы за меня заступился они начали с них сейчас переходят на баптистов незарегистрированных и до нас доберутся мы даже сегодня голос начать поднимать и самый удобный момент вот я говорил писал выступал а теперь прямо обратился в высшие государственные органы ну и вот первое письмо пришло что письмо дали ход а я еще напечатал то как как они понимают на одной стороне какие-то бумаги иногда приносят мне из предприятий сжечь а на одной напечатано на другой чисто я на той стороне карандашом зачеркнул и они умные люди они догадаются что у меня и бумаги даже нету по два листа направил с одной стороны а на той карандашом перечеркнул крест-накрест да вот там такие ну ничего посмотрели там им не надо считать даже вопросы Игнатий Тихонович а им по закону свидетелям его что меняют что это за закон то такой по закону яровой да никакого закона нет на них еще раз говорю но если начинать вешать первым делом не они виноваты то это дворкин там другие и попы давили и давили потому что они приходят свидетельствует и все они живой укор нам православным они делают как первые христиане ересь несут так как первые христиане носили правду и истину они троицы не признают душу вечное мучение но их судят они за это они нарушили закон какой закон я спрашиваю ни один юрист не может ответить где они показывают у них там наружен наблюдение и показано на следующий день в масках люди перескакивают через забор взламывают заходят в помещение а их все снимают в разных местах и он оглядывается никого нету а сами в масках все и кладет им там разные журналы в тумбочку а на утро приходят с обыском и все журналы а они это открывают молчат а потом везде опубликовали ну кто это ложил вот и вы же и положили они грамотные люди жертвенные ревностные это нам укор но они еретики ну судят они за то что они еретики как бы было теократическое государство как в Греции тогда могли бы а тут государство то такое открытое мирское а журналы то экстремистские им подсовывали не знаете не знаю что ну ясно дело за что можно было бы зацепиться ну вот представь мальчишка идет ему лет 15-16 в свете Леговы а они сделали новый перевод ну не перевод а порча одна библия но он в руках имеет православную библию идут казаки ты заходил в этот дом заходил ты не свидетель Егова он говорит да свидетель Егова а что у тебя в сумке он говорит библия взял брюки библию они библию вырвали у него и бросили в грязь топтать там начали или что он бросился упал на нее на библию прикрыть а они ему ребра сломали это мы православные это мы так от еретиков отличаемся любящие да да любящие а у нас канон есть с еретиками обращаться бережно кротко да не откроет ли им господь истины я и ладно не буду кто не знает и скажи дорогая Рахиев я правильно говорю правильно Игнатий Тихонович я с вами на сто процентов согласна почему она там была она знает а я сидел с ними в лагере Бурак и Гончар фамилия их замечательные ребята они мне завидовали вам говорят библию дали а нам не разрешают мастеровые такие вопросы все наверное время то 29 минут можно еще вопрос один задать можно еще вопрос один задать я благодарю кто молился об этом глазе моем вот его сестра Елена мной занялась что-то я не вижу ее она то ли вышла здесь я как она занялась с вами промывает глаза нам она промывает все тут и делала дала аппарат вот такой купила на время там там такие электроволны идут и бог второй день я уже стал смотреть она у меня гноем затягивает там ну повреждение механическое вирус попал и шесть лет уже гниет ну все брат Сергей давай распускай пасту поистине достойно прославлять тебя богородицу всегда блаженную непорочную и матерь бога нашего ты достойно большей почести чем херувимы и по славе своей несравненно выше серафимов ты без нарушения чистоты родила бога слово и как истинную богородицу мы тебя величаем я кого не знаю вот сейчас который вопрос задавал тут кажется Виктор его звать пусть помолится Василий Василий ну пускай Василий помолится поблагодарить Богу Микрофон включи извините я тут параллельно зачитался на эту тему пресноков что не сразу отреагировал Господи благодарю тебя за наши занятия дашь нам всем спастись и в разум истину прийти дашь нам правильное понимание священного писания дашь нам любовь друг другу Господи и тебе дашь нам возлюбить тебя всей душой всем сердцем всею мыслью своей всею крепостью своей ближних наших возлюбить как самих себя все все братья и сестры аминь аминь спаси Христос аминь благодарим за добрые вести о здоровье Игнатия Тихоновича хвала тебе слава честь и поклонение отец и на дух святой аминь 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 спаси Христос аминь спаси Христос аминь спаси Христос слава тебе слава Espra аминь слава Христу Продолжение следует...